Доброе утро! По сути, размова идет практичным выкрыстанием родовища калийных солев. Распроцовка Петрковского родовища ведется на подставе ответного указа президента Беларуси. До реализации проекта акционерное товариство «Беларусь-Калий» приступило в 2012 году. Зараз на промысловый пляцовцы завершены подрыхтовщие работы для будовництва основных объектов будущего горно-обогачального комплекса. Агульный объем укладания у реализации инвестпроекта перевысит уже 1 триллион 100 миллиардов рублей. У Гомельской области распашалась отправка призывников до месяцев воинской службы. 3000 юнаков проходили обоязковую процедуру медицинского обследования. После этого представники разных воинских частей выбирали призывников, которые наибольше отвечают умовам службы, проверяли их морально-деловые якости, стан здоровья. Таким чином одобрали 2000 хлопцев из Гомельской области, которые до 27 мая будут синокированы урозные воинские части Республики Беларусь. Количество призывников, вызывая на медицинское свидетельство, подлежащих призыву в этом году, весной, значительно уменьшилось. В связи с чем это связано? Первое связано – демографическая ситуация. То количество, которое есть, оно все равно позволяет нам укомплектовать соответствующим образом воинские части. Молодому поколению войсковцу есть, с кого брать приклад. 95 годов исполнился ветерану Великой Чыны Войны Василю Карниенко. Василь Иванович народился в Кармянском районе в 1921 году. Боевый шлях починал простым матросам. Войну скончил офицером на проконце 1945 года на Дальнем Усходе. За бездакорную службу ее натримал 30 узнагород у темлеку особистую пашану от Сталина. Присутничал при подписании акта капитуляции в войне с Японией. У мирный шанс працавал на розных посадах у Ветковским районе и у областным центры. В 80-х годов написал автобиографичную книгу «Вехи життя», где подробязно распавел про свое долгое и цикавое житё. В Дальнем Востоке хорошо было, потому что там туда все средства шли. Туда, там мы не ощущали ничего. А когда прибыл сюда, я убедился, что настолько тяжело в Беларуси было, что трудно сказать. Ветерану в аурашистом становище урушили гоноровую грамоту Гомельского городского совета депутатов, а так само к ветке и подарунке. Комитет природных ресурсов у Яхова-Навокольного сяродя Гомельского облаконкама провел мониторинг выконания дорушений у Рады Беларуси о подрыхтолцах пляжа до летнего сезона. Первоважная большая смеса массового отпочинку проведена у належный стан, але о шерах за увагу экологи выказали. Выники мониторингу будутся разлежены на посажении областной межведомостной комиссии по наедении парадки на земле. Олег Свинтюров ознайомился с некоторыми выводами. Температура по ветру, каля 20 градусов тепла и невеликий ветер, температура воды плюс 10, для купания на дворе еще не самая спраяльная, але аматоры водных процедур усе ж таки знаходятся. Офицейно на Агомичине селита открывается каля 5-10 пляжов, на яких будут дежурить вортовальные посты. Усех это место отпочинку проверили супрацовники областного свода. Нечего ведьма уже небеспечного не знайшли, але окажуть вытягнули из воды шмат разностайного сметти. В большей части это бытовой мусор, это бутылки, банки, склянки. Есть ветки деревьев. От размыва грунта на пляже иногда обнажаются камни. Без спека пляжа уголовная умова для их открытия, але и комфорт для отпочивальников так само мое значение. В этом сенте самый проблемный пляж Огомили на Вабелецке. Селита и он открывается своя часова, але некоторые работы тут усе ж таки придется выконать. Необходно привезти неколький тонн пяску и убрать рослины у прибережной полосе. А в травяном покрыве в этом году в Оголе особная размова. Одна из пляжных проблем этого года – клящи. Кольки их в этой траве докладно не ведает никто, але эпидемиологи кажут, что селита для их весьма сприяльная умова. Меж тем, как опрасовать всего одну сотку территории, необходно 400 тысяч рублей. Вода и самая значная заувага у экологов сегодня до Ельского и Брагинского районов, где пляжи будут подрактованы только в червени. До этого часу кажут люди открыть сезон самостоинно. И не факт, что в таком выпадке он почнется без проблем. Тем более, что есть обовязковая пиралику сего, что повинно быть в таких местах отпочинку. Предусматривается обустройство стоянок для транспортных средств, и обустройство питьевыми фонтанчиками, и обустройство туалетами, обустройство спортивными площадками. И хотелось бы отметить, что за последние годы очень много сделано по данным местам пребывания. День пионерской дружбы означали на Гомельшине. Мероприемцы, упроцвеченные в этой дате, прошли увезцы Червоный Берах, Жлобинского района и в самим райцентре. Подробности в наступном материале. Мемориальный комплекс с детям-ахвером фашизма у везцы Червоный Берах был открыт 28 ноября 2007 года. Сегодня это один из нешматликих мемориалов Украины, присвеченных детям войны. Минавит Айон стал местом сустречи пионеров за всей Гомельской области у знаковой для организации день. Сегодня у нас стартует мероприятие, приуроченное Дню пионерской дружбы. Непосредственно День пионерской дружбы мы отпразднуем 19 мая. Каждая пионерская дружина по-своему. Где-то это пройдут торжественные линейки, где-то прием в пионеры, где-то посмотрят летописи своей пионерской дружины, вспомнят, что делали пионеры прошлых лет. В общем, в таком формате дружном, коллективном будут праздновать этот праздник наши пионеры на протяжении всей недели. Принять уделу мероприемств приехали 400 человек с разных кутков Гомельской области. На сустречу с молодым поколением пришли ветераны Великой Ачиной, просторники районных и областных уладов. Подчас урочистой частки, пионерская линейка, хвилина маучанья и традиционные равнения на стях. Мы начинаем все наши мероприятия для того, чтобы все пионеры Гомельщины отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны, дабы мы помнили уроки мужества героев, патриотизма, и чтобы данные уроки стали действительно настоящим примером для подражания для нынешних пионеров, для пионеров, которые вступают, в том числе сегодня здесь вступят новые пионеры, для того, чтобы они были настоящими гражданами своей страны. Далее у дельников мероприемства сустракала Жлобинская школа номер 13. Миновито тут отбился областный конкурс пионерских парадно-церемонияльных гуртов. Ученица одной из сожлобинских средних школ Александра Якуш представляет команду у дельников «Вогненные сердцы». На подрихтовку спотребился мальтыдень. Опыт, наверное, есть. Я уже два года участвую, нашей всей командой мы участвуем уже как... Года, наверное, три. И как результаты? Результаты хорошие. И в область ездили, и в республику даже бывало. По выниках конкурсных испытов переможцей стала пионерская дружина и мязины Портнова и середняя школы номер 12 города Жлобина. До речи с 20 по 22 мая пионеры гомершины примутю дел у третьем республиканским взлёте «Тимуровцы-Бай», где будут споборничать за звание лепших тимуровских отрадов у конкурсе «Запали костёр Добрыни». Александр Лупиненко, Максим Славян, телерадио-компания «Гомель», «Червоный берег», Жлобинский район. 12-годовая история проведения сотни удельников и признания на су-светном узровне. У черговый раз юных эрудитов собрал в Гомеле Кубок Европы по интеллектуальной гульни, что декали. Про выники доведались наши корреспонденты. 27 команд с пяти краин света по традиции принял областный палац творчести детей и молодых. Сяруты делников, турниры, команды-пероможцы, призеры чемпионатов европейских краин и наибойнейших международных споборництвов. Для сравнения, в самом первом турнире в 2004 году удельничали только Беларусь, Россия и Украина. За годы иснования конкурса своей силы на этой гульнявой плацовце выпробовали команды многих инших краин. Все лето заявки на удел так само подали Латвия и Армения. Каждый год растет уровень команд, естественно, каждый год растет уровень вопросов потихонечку. И те вопросы, которые, допустим, мы задаем сейчас детям, немыслимо было бы задавать в далеком-далеком 2004 году. Сейчас это уже та вершина, на которой уже много лет карабкаются самые умные, самые сообразительные дети из всех наших соседних стран, особенно из Беларуси. В минулом году звание чемпионов завоевали россияне, юные интеллектуалы с Перми. И все лето организаторы бачили их у якости махчимых переможцев, а головными соперниками лечили семянчане. Каждый вопрос можно считать научной проблемой. То есть, по сути, через интеллектуальные игры готовятся будущие ученые. Россиянам иногда есть чему поучиться. С другой стороны, мы вот приехали и хотим выиграть. То есть, как бы уровень российских команд, он считается одним из высочайших. Есть какой-то маленький шанс, что нас обгонят. Да, мы допускаем это, но будем бороться, стараться. До речи, чаканье судью не оправдалися. Звание переможца все лето завоевала команда из Москвы. Это выник и розыгрыша Кубка Европы сярод юниоров. А у категории ювеналы чемпионным стала команда из Минска. Ганна Ковалева, Вольга Вальченко, Михаил Рабко, Игорь Марыщенко. Телерадио компания Гомель. С надыходом тепла многие сутыкаются с проблемой сезонной аллергии. Что это за напасть и как с ее измогаться? Про это позиаговорка в следующем выпуске программы «Добрый вечер, Гомель». Компетентные специалисты расскажут про симптомы полиноза, дадут парады на контрпрофилактике и лечение захворывания. Какие аллергены наиболь шкодосные и кому варто неоткладно сдать пробы на аллергию, на кольки эффективные разрекламованные аэрозоли, а так само чем могут быть небеспечные укусы насякомых. Усё это и не только в программе «Добрый вечер, Гомель». Глядитесь сегодня у 19.30 на телеканале «Беларусь-Чатыры». Добрая новина для гомельчан. Доступ до якостных банковских послуг поширился. Здесь нет любые операции, теперь можно в буйным гандлёвым центры «Мандарын-Плаза». Тут распошло працу новое отделение «Альфа-Банка». На урашистом открытии побывали наши корреспонденты. «Альфа-Банк» работает в Беларуси уже 7 лет и хорошо известен жителям Гомеля. За это время он зарекомендовал себя как сильная и стабильная финансово-кредитная организация, а также надежный партнер. Одна из корпоративных ценностей «Альфа-Банка» – это курс на постоянное развитие. В 16 городах Беларуси уже работает более 40 отделений банка. С открытием нового «Альфа-Банк» не только сделал очередной шаг в своем развитии, но и стал еще ближе к клиентам. В отделении, расположенном в торговом центре, гомельчане и гости города без выходных могут получить весь спектр банковских услуг, провести валютно-обменные операции, заказать и получить платежную или кредитную карточку, оформить выгодный депозит в белорусских рублях или валюте, а также получить кредит или рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках. Кстати, буквально к открытию нового отделения в Гомеле «Альфа-Банк» значительно снизил ставки по кредитам. На сегодня «Альфа-Банк» очень активно развивает розничную сеть и предлагает уникальные продукты на рынке банковских услуг. Это и кредитная карточка «Моцная», которая дает возможность владельцу этой карточки две недели пользоваться деньгами банка абсолютно бесплатно и при этом получать бонусы и скидки. Это и рефинансирование кредитов других банков. Значительно снизились ставки по кредитам и сократилось время оформления заявок. Для вкладчиков банк предлагает очень привлекательные ставки по депозитам на любой срок. «Альфа-Банк» – это вежливый и внимательный персонал и индивидуальная работа с каждым клиентом. И еще один приятный момент. Открытие нового отделения приурочили ко дню рождения отделение на Советской. Поэтому оба отделения готовят сюрпризы для клиентов. Целый месяц подарки и бонусы ожидают всех гомельчан. Весь июнь мы празднуем день рождения отделения. Поэтому все клиенты нашего банка получают скидки на продукты наши и подарки. Также стоит отметить, что отделение «Альфа-Банка» в торговом центре «Мандарин Плаза» работает без выходных. В будние дни и субботу до 20.00, а в воскресенье до 17.30. Так что решить финансовые вопросы гомельчане теперь могут и в выходные. Кстати, буквально на днях «Альфа-Банк» обещает еще один сюрприз. Автокредит без залога автомобиля и поручителей. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Я в спорте. В чемпионате Беларуси по футболе у первой лидзе отбылся матчи пятого тура. Светлогорский химик соступил лидзе 1-2. Гомельчагунтранс сгубил первые очки. Гомельчане сгуляли уничью со смаргонью 2-2. Тым часом футбольный клуб «Гомель» на своем поле примал Барановича. Зелено-белый у гэтым матчей у первой лидзе забили больше, как один гол. Разгром соперника пашау Дмитрий Гомза уже на третье хвилине. Яшчэ праспять «Яуген Мелевский» по двое у лик. Больше у первой тайме голу не было, хотя обе две команды имели по некальки добрых моментов. У другой полове гульни гомельчане так само забили двойче. На 58-м хвилине «Яуген Барсуко» взробил лик 3-0. Раз в 15 хвилин, другий поспех отцветковал Гомза. Гости смогли одной же отказать. На 77-м хвилине надыграли один мяч. Выниковый лик «Шатры 1» на корысть Гомеля. Стартовый отрезок, правая наша зона обороны допустила несколько ошибок. Хорошо, что барана еще не воспользовалась этими моментами. Как бы пошла дальше, игра неизвестна. Но в целом я доволен действиями ребят. Конечно, мы забили больше, чем один мяч. Недоволен то, что пропустили. И на этом по колюсе за разведем поддейс. Оршите по наших выпусках. А я с вами разветвуюся. До побожения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова